Коллеги, всем привет! Меня зовут Гадайф Томас, и я исследователь лаборатории машинного интеллекта в команде по анализу временных рядов. Сегодня я вам расскажу про применение машинного обучения в задаче восстановления траектории человека по датчикам движения с его телефона. Как звучит постановка? У нас в смартфонах есть датчики движения, это акселерометры и гироскопы, а также есть магнитометр. По данным, генерируемым с этих датчиков, нужно восстанавливать траекторию ходьбы человека в плоскости его движения. С какими проблемами мы чаще всего сталкиваемся? Первое, это что данные часто очень зашумленные, и в них есть систематическая ошибка. Второе, что измерения снимаются в ворщающейся и ускоряющейся системе отсчета. Это создает дополнительные проблемы. Третье, смартфоны могут быть различных моделей, и датчики в них тоже могут быть различных моделей, что влияет на то, что у природы, у шума разная природа, как у систематической ошибки, так и у несистематической. Магнитометр при этом мы вообще не используем, поскольку он плохо работает в зданиях или вблизи каких-то электрических приборов или металлических предметов. Поэтому дальше в задаче он не используется. Небольшое пояснение про сенсоры. Гироскоп снимает вращательную скорость в каждый момент времени вокруг каждой оси, а акселерометр снимает линейное ускорение с датчика по каждой из осей. При этом каждый датчик генерирует трехмерный сигнал с частотой, которая варьируется от 100 до 500 Гц. Весь этот сигнал склеивается в шестимерный временной ряд, x, y, z оси по каждому из датчиков. И с этими данными что-то делается, по ним мы пытаемся оценить траекторию. Первый метод, который я рассмотрю, он не вполне data-driven. Здесь машинное обучение используется не для того, чтобы непосредственно устанавливать траекторию, а для того, чтобы поправлять сырые данные с акселерометра. У авторов этой статьи собран свой датасет. Граунд-труф траектория снималась с помощью камеры, поэтому они не могли положить телефон в карман или в сумку. Они его привязывали, как показаны на картинке. Всего было снято около 4 часов ходьбы, 10 человек, 4 различных положения телефона. На груди, в сумке, в кармане джинсов и в руке. Первая евристика, которую они используют, очень полезная. Это рассмотрение новой стабилизированной системы координат. Всего рассматриваются 3 различных системы координат. Первая это V, то есть world-система координат, мировая, в котором снят ground-труф. Вторая это I, система координат, связанная с системой отчета телефона, то есть та самая вращающаяся и ускоряющая система координат. Третья это некоторая стабилизированная система координат, которая получается следующим образом. В каждый момент времени мы находим поворот системы координат, который делает параллельным ось Z системы координат и вектор ускорения свободного падения. Таким образом, мы элиминируем из системы угол крена и тангажа. То есть угол крена и тангажа влияет меньшим образом на сигнал. Вторая эвристика, которую они используют, это классификация положения телефона. Поскольку различные положения телефона дают различные паттерны, которые есть в данных, необходимо сперва определить, где именно находится телефон, то есть в кармане, в руке или в сумке, например. И только потом уже строить модель, предсказывать траекторию. В данном случае строится классификатор на четыре класса, который в каждый момент времени определяет положение телефона. Таким образом, можно отслеживать онлайн, как положение телефона меняется. То есть, например, человек достает из кармана телефон и держит его в руке. Какая, собственно, модель строится? Строится support vector regression. То есть, как генерируется датасет. Сперва этот самый шестимерный временной ряд нарезается на некоторые окошки размера 200, 200 отсчетов. То есть это одна секунда. Потом измерения с этого временного ряда отдаются в качестве признаков регрессору. Регрессор выдает двумерный вектор, то есть это среднее смещение за этот временной период, то есть за одну секунду, вдоль плоскости движения. Таким образом, получив много таких смещений, мы можем их проинтегрировать и получить траекторию человека. Но, казалось бы, мы научились предсказывать смещение человеков за каждую секунду. Можем проинтегрировать, и будет ответ, будет траектория. На самом деле, это работает не совсем хорошо. Поэтому авторы статьи используют следующий трюк. Вместо того, чтобы использовать скорость, которую выдал регрессор, непосредственно для интегрирования, они используют для того, чтобы поправить сырые ускорения. Каким образом? На сырые ускорения навешивается некоторая низкочастотная кусочно-постоянная поправка. Далее по этой поправке минимизируется среднеквадратичная ошибка между проинтегрированным поправленным ускорением и скоростью, которую выдал регрессор. Также навешивается L2-регуляризация, чтобы мы не переобучились. То есть скорость, которую выдает регрессор, используется для поправки сырого ускорения. И это работает гораздо лучше. Результаты можно видеть на слайде. Здесь приведена метрика min-positional-error. То есть это среднее расстояние между предсказанным положением человека и настоящим его положением. Красное — это ground-truth на картинке, а синее — это предсказание модели. В следующем методе используются нейросети. В нем предсказываются скорости не в декартовой системе координат, а в полярной. И при этом эти же скорости сразу интегрируются. В качестве регрессора при этом было выбрано не SVM, а двуслойная bidirectional нейросеть, LSTM-сеть. При этом то, что выдает сеть, — это не смещение по оси X и Y за одну секунду или за какой-то таймфрейм, который был выбран, а изменение угла курса человека и изменение нормы скорости, то есть в полярной системе координат. Понятное дело, что проинтегрировав это, мы можем получить траекторию. Таймфрейм, причем, был выбран гораздо меньше, то есть если в предыдущей статье это была одна секунда, то здесь это одна сотая секунда. Результаты можно видеть на картинке. Здесь синее — это ground truth, зеленое — это предсказание этой модели, а фиолетовое и красное — это некоторые классические методы. К сожалению, они не сравнивались с какими-то открытыми датасетами, использовали правый датасет, поэтому мы не можем посмотреть на метрики. Окей, и третья статья — это run-in. В ней уже используется регрессия в декартовой системе координат, и непосредственно эти скорости интегрируются и получаются траектории. Они собрали новый датасет. Здесь уже 100 человек, 42 часа сигнала на частоте 200 Гц и три различных телефона. При этом люди, то есть во время эксперимента, люди могли использовать телефон естественно. То есть они, например, доставали его из кармана, делали фотографию, могли сесть на лавочку, посмотреть. То есть вот как в реальной жизни. По этим данным мы пытаемся восстановить их траекторию. При этом ground truth был собран с помощью специальной 3D-камеры, которая была установлена у человека на груди. То есть мы предсказывали не траекторию телефона, а траекторию человека. В качестве регрессора была использована нейросеть. Они использовали ResNet, LSTM или TCN. TCN — это Temporal Convolutional Network. Это некоторая комбинация из рекуррентных и сверточных сетей. В данном случае они тоже пользовались стабилизированной системой координат, как в первой статье. И использовали некоторый немножко модифицированный лоз. Результаты можно видеть на картинке. Здесь синий — это ground truth, а остальные — это некоторые вариации этой архитектуры. То есть с различными архитектурами нейросети. Как видно, эта модель бьет все предыдущие модели на всех датацетах. Она работает очень хорошо. То есть нейросети здесь выстрелили. Но по нашему опыту лучше всего использовать комбинацию нейросетевого подхода и некоторых априорных знаний о задачах. Поскольку в реальных данных бывает очень много проблем. Например, в сенсорах может быть дрифт, который нужно как-то исправлять. Может быть неправильно установлена система, в которой снят ground truth. может быть слишком разнородные данные. То есть у людей могут быть слишком разные походки. Могут быть слишком разные смартфоны и так далее. Это все, конечно, необходимо учитывать. И лучше всего, если мы, используя знания о каких-то особенностях задачи, строим нейросетевые модели и пытаемся их как-то совместить. Здесь приведены основные статьи, которые я обозревал. Всем спасибо за внимание. Можете задавать свои вопросы.